Добрый вечер, это колонка главного редактора в студии Дмитрий Нечаев. Начать сегодняшнюю программу я традиционно хотел словами «мы работаем в эфире», но вы знаете, сегодня эти слова стоят, наверное, немножко особого. Дело в том, что мы действительно работаем, невзирая на ту ситуацию, на распространение коронавируса, на распространение пандемии, которая развивается во всем мире. Это проблема общепланетарного масштаба. Но мы работаем. Мы работаем, невзирая ни на что. Мы – это телеканал, радиостанции, сайт. Мы работаем для того, чтобы непрерывно осуществлять связь между гражданским обществом и властью, чтобы скрывать самые острые, самые актуальные проблемы. Ну и теперь, собственно, о самих проблемах. В Тверской области прибавилось на два заболевших. Всего зарегистрировано 8 человек, но, правда, часть из них уже поправилась и выписана. Теперь, что делается для спасения региональной экономики? Это вторая проблема, которая явно не пройдет после того, когда закончится первая. Вообще говоря, складывается довольно странная ситуация. Вроде бы у нас в стране существует масса каких-то фондов, инкубаторов, программ, структур, организаций, все из которых занимаются поддержкой бизнеса. На них выделяются немалые средства. Там работают десятки специалистов. Но вот эффект от их работы как-то, что называется, не на слуху. Может, надо еще добавить средств? На пиар, например, их деятельности. Ну и в, так сказать, мирное время это еще вроде как полбеды. А вот когда рвануло, когда их помощь реально понадобилась тысячам, микро, малых, средних предпринимателей, то тут уже не прикрыться отчетами с красивыми графиками и новомодными вебинарами. Тут надо реально в экстренном режиме спасать ситуацию, протягивать крепкую руку помощи предприятиям, их коллективам, за которыми стоят реальные семьи, дети, пожилые родители. Что же мы видим на деле? Федеральный центр делегировал главам регионов дополнительные полномочия в режиме борьбы с известной пандемией. Но полномочия должны опираться на ресурсы. В разных регионах нашей огромной страны они, понятно дело, разные. Да и степень распространения вируса тоже не одинакова. При этом всем экономистам сегодня очевидно, что без существенных мер государственной поддержки экономику не удержать. И вот тут не позавидуешь никому, ни бизнесу, ни губернаторам, которые оказались в едва ли не в более сложной ситуации. И многие уже дрогнули, подали в отставку. Как, например, губернатор Коми Сергей Гапликов, честно признавшийся, что ни уровень доверия народа, ни компетенция ему не позволяют в сложнейшей ситуации вести за собой народ. Он также выразил надежду, что его работа станет опорой для будущих управленцев. Но тут хочется пожелать им, что опорой для них станет что-то еще. Ну а что у нас? Сегодня, 6 апреля, губернатор Игорь Руденя провел совещание с членами правительства Тверской области, на котором обсудил социально-экономическое развитие региона и поддержку бизнеса в сложившихся сложных эпидемиологических условиях. Минэкономразвития региона подготовил перечень системообразующих предприятий Тверской области, требующих первоочередной поддержки. Пока же утвержден первый пакет мер по обеспечению устойчивости экономики, сформированной на основе предложений самих предпринимателей, что очень важно. И вот на поддержку экономики из региональной казны направляют порядка 1,8 миллиарда рублей. Будет создан стабфонд для финансового оздоровления системообразующих, то есть самых главных предприятий. Также будет докапитализирован фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области для предоставления займов. Ну и вот еще, что важно, отсрочить срок на уплату арендных платежей за пользование государственным и муниципальным имуществом на 6 месяцев, с последующей возможностью предоставления расстрочки платежа до 5 лет. Хотя, вы знаете, по большому счету надо было бы вообще заморозить их на время простоя, потому что откуда бизнес будет брать деньги, когда он не работает, даже если их придется платить немножко позже. Об этом, кстати, часто говорили предприниматели, в том числе и в наших программах. Также предусмотрено снижение ставок в 2020 году, налоговых ставок, при применении упрощенной системы налогообложения для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые оказались в зоне риска. Кроме того, введен мораторий на проверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами и минимизированы штрафные санкции. Ну а еще, вот вы знаете, мне запомнился один важный посыл из обращения главы региона, когда он сказал о необходимости противостоять известной напасти сообща. Вот это точно очень важно. Это должно быть при солидаризации усилий власти и гражданского общества. И при полном доверии между ними. Ну и в завершении нашей программы я хотел сказать несколько слов о горячей линии, которая по-прежнему работает на нашем канале. Ее телефон, напомню, 341-341. Почти все позвонившие по-прежнему задают вопрос, где маски, где их купить. Это одна из важных мер профилактики заболеваемости. Мы провели журналистское расследование, позвонили в ряд организаций. Особенно, кстати, это касалось тех случаев, когда маски, вот появились объявления, что продаются по завышенной цене, в 3 дорога, в 4 дорога, продаются по безумным совершенно ценам. Мы обратились в полицию. Полиция ответила, что сейчас это не их компетенция. Обратились в Роспотребнадзор. Там также сказали, что нужно обращаться в другие ведомства, которые контролируют эту ситуацию. А такие ведомства есть. И мы выяснили, что это два ведомства. Росздравнадзор и УФАС. Это антимонопольная служба. Вот в этих ведомствах нам обещали дать исчерпывающую информацию. Но, к сожалению, сегодня ее не предоставили. Поэтому мы обязательно будем дожимать эту тему. Обязательно будем узнавать, как обстоит ситуация. И обязательно информировать об этом вас. Я еще раз напомню, что если у вас возникли какие-то проблемы, связанные с обеспечением мер безопасности во время эпидемии коронавируса, будь то территория, не знаю, вокзала, будь то территория улицы, больницы, или какие-то незаконные расклейки объявлений, или какие-то фейковые новости, звоните на нашу линию, горячую линию, телефон 341-341. И можете анонимно, можете, оставляя свои данные, оставляйте эту информацию. Мы будем обязательно разбираться по всем этим случаям. Еще раз напоминаю, телефон горячей линии 341-341. Ну, а я искренне желаю вам, чтобы у вас все было благополучно, чтобы количество заболевших в нашем регионе больше не прибавлялось, чтобы все предпринимаемые объективные меры были эффективными. Не болейте. И до завтра.